Всем привет! С вами Архип. Это предновогодний выпуск из московского аэропорта Домодедова имени Михаила Васильевича Ломоносова. И сегодня мы с вами отправимся в новогоднее путешествие в солнечный город Анталья. Мы сегодня с вами полетим на авиакомпании Уральской авиалинии рейсом номер Ю-6-35-55 по маршруту Москва-Домодедова-Анталья-Серминал-1. Аэропорт Домодедова является самым большим аэропортом Москвы и самым крупным авиаузлом Российской Федерации. Немножко подробнее про авиакомпанию Уральские авиалинии. Авиакомпания Уральские авиалинии является как чартерным, так и регулярным авиаперевозчиком. Она имеет два самых крупных узла. Это в аэропорту города Екатеринбурга и в московском аэропорту Домодедова. Эта авиакомпания выполняет рейс в более чем 25 городов Российской Федерации и за рубежа. Как примерно выглядят стойки регистрации в аэропорту Домодедова. Обратите внимание на огромное количество пассажиров. В преддверии Нового года очень многие жители России хотят покинуть родину и погреться на солнышке. Ну и конечно же мы сейчас подойдем к стойкам регистрации Уральских авиалиний. И мне хотелось бы сказать то, что у этой авиакомпании происходит онлайн регистрация за 24 часа до вылета. Однако выбор места у нее платный. И эта авиакомпания на чертежных полетах не кормит. Поэтому я вам рекомендую заранее купить себе дополнительную еду, купить себе место. Потому что если вы себе не купите, то вас посадят в рандомном порядке, как выдадет компьютер. Сегодня с родителями мы летим в Турцию. И каждый раз, не в зависимости от направления, любая авиакомпания нас, как единую семью, рассаживает на одинаковый ряд и на соседние места. Ну, к примеру, ряд 7 и места А, Б и С. Но у авиакомпании Уральских авиалиний совсем другая политика в этом отношении. Они нас рассадили на абсолютно разные места и на абсолютно разные ряды. Мы подошли к главе авиакомпании, скажем, к главному сотруднику, и попросили, чтобы он пересадил нас на единый ряд и на соседние места. На что уральские авиалинии нам ответили, что, к сожалению, это невозможно, и помочь мы вам не сможем. Так как мы вас рассаживаем на одинаковый ряд и на одинаковые места только тогда, когда одному из вашего ребенка есть меньше 12 лет. А если ему больше, то он уже считается как взрослым, и компьютер выдает абсолютно разные места. Из-за этого нас посадили на разные ряды и места. Берите это на заменку. Немножко подробнее про питание у авиакомпании. Я пыталась заказать английский завтрак на официальном сайте. На что официальный сайт уральских авиалиний просто показал, что имеется ошибка, и приобрести дополнительное питание не удалось. Возможно, это все зависит от чартерного рейса или от регулярного. Мы прошли паспортный контроль и сейчас находимся в зоне выходов на посадку от номера 1. Как раз здесь находятся магазины Duty Free и автоматы для покупки напитков. Эта зона состоит из трех этажей. Минус первый этаж. Это этаж, где происходит посадка с помощью автобуса, который довезет вас до нужного самолета. Скажем, нулевой этаж, на котором мы сейчас находимся. Это этаж, на котором происходит посадка к самолету через трап. Ну и первый этаж. Это этаж, где имеются всевозможные бизнес-залы, кафе и рестораны, а также выход к воротам от 14 номера. Расстояние для ног хорошее. Спинка кресла откидывается. Столик также откидывается. В наличии имеются инструкции по безопасности и журнал. Взлет из аэропорта Домодедова. Взлет из аэропорта Домодедова. Посадка в международном аэропорту города Анталия. Дамы и господа, наш самолет готов к посадке. Пожалуйста, убедитесь, что ремни безопасности застегнуты. Сбитки гресси в вертикальном положении. Столики убраны. Электронные устройства отключены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...